Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. На днях студия Warner выкатила свежий трейлер своего грядущего эпика «Годзилла и Конг. Новая империя». И нужно сказать, что он получился еще более мощным, чем первый. А сколько новых кадров и мелких деталей добавили на этот раз просто не с честь. Монстры уже вовсю готовы ворваться на большие экраны, а мы, в свою очередь, по кусочкам разберем новый трейлер. Похоже, что нас ждет настоящий апогейки на вселенной монстров, вобравший в себя самое лучшее. Устраивайтесь поудобнее, потому что прямо сейчас мы детально разберем все, что нам показали. Трейлер во всей красе демонстрирует более подробный взгляд на новый дизайн «Годзиллы». Режиссер картины Адам Вингард давно уже заявил, что хочет изменить его внешний вид. В фильме 2021 года, который он же и режиссировал, было принято решение сохранить преемственность сольника. Однако в следующей версии Вингард хотел создать свое видение, чтобы придать «Годзилле» больше уникальности. В результате чего его чешуя и атомное дыхание и стали розовыми еще в первом трейлере. Однако в одном из интервью режиссер рассказал, что эта трансформация – одна из многих версий, которые появятся в ленте. Он также отметил, что предстоящие усиления «Короля монстров» будут вдохновлены фильмами о боевых искусствах, основанными на тренировках для борьбы с сильным противником. В дополнение к своей розовой форме «Годзилла» может похвастаться еще одним новым обликом. В трейлере он виден со светящимися синими венами по всему телу, которых значительно больше, чем обычно. Но «Годзилла» будет не единственным, у кого есть усиление в новой империи. По сюжету главные титаны получат улучшение, чтобы сражаться против короля Шрама и любой другой угрозы из полой земли. Помимо новой цветовой схемы и увеличенной силы «Годзиллы», «Конг» получит металлическую перчатку для использования в бою. Благодаря новым кадрам стало очевидно, что она излучает некие электрические заряды. Это означает, что с помощью этого нового оружия, называемого «перчаткой зверя», «Конг» сможет получить свои классические способности из фильма «Кинг-Конг против Годзиллы» 1962 года. Конечно, сейчас это смотрится не так захватывающе, но в то время это был настоящий эпик. «Конг» излучал из рук молнии, что позволило ему на равных биться с Годзиллой. И похоже, что «Перчатка зверя» отсылает нас к этому моменту только более технологично. Из-за всех этих изменений персонажей становится ясно, что новая угроза будет не похожа ни на что, с чем они до сих пор сталкивались во вселенной монстров. И если у Годзиллы в трейлере уже засветились несколько цветовых форм, то, возможно, в кульминации фильма у Конга броня будет не только на руке. Хотя ни для кого не секрет, что в конечном итоге Годзилла и Конг окажутся на одной стороне, судя по трейлеру, все будет не так гладко. В новой империи между ними произойдет как минимум один бой. Этот факт был продемонстрирован, когда Годзилла в своей новой розовой форме был показан взрывающим пирамиду атомным дыханием, пытаясь поразить Конга. Поскольку Годзилла, похоже, находится в своей самой сильной точке в фильме, шансы Конга на победу вряд ли будут большими. Возможно, в этот момент и возникнет общая угроза, которая заставит отложить разногласия и объединиться. Хотя в интернете есть еще одно мнение, согласно которому Годзилла в этот момент находится под влиянием короля Шрама. Этому есть логичное объяснение, ведь если подтвердится информация, что Шрам подчинил себе прародителя с помощью Кристалла, то ничего не мешает ему также подчинить и Годзиллу. Поэтому в матче-реванше задача и Конга будет сначала освободить разум Кайдзю, а уже потом заняться настоящим злодеем. По словам доктора Иллен Эндрюс в исполнении прекрасной Ребекки Холл, Джеа как-то связана с новой угрозой. Она не только способна общаться с Конгом с помощью языка жестов, но кажется, в нее есть какие-то сверхчеловеческие способности. Ее видения в трейлере подразумевают, что она может чувствовать опасность и, возможно, предвидеть некоторые события. Как это, возможно, еще неизвестно, но люди, обладающие способностями, добавят что-то по-настоящему новое во вселенную монстров. В трейлере также слышно, как доктор Эндрюс упоминает великих обезьян, которые когда-то были защитниками человечества. Долгое время считалось, что Конг был единственным представителем своего вида, но теперь мы знаем, что это не так. Великая обезьяна может быть общим термином для Конга, его предков и всех гигантских горилл из MonsterVerse. Неизвестно только от кого или от чего конкретно они защищали людей. А главное, почему в итоге король Шрам решил повести их против человечества. Но в любом случае Конг больше не одинок, правда, не до конца ясны и намерения его сородичей. По некоторым кадрам видно, насколько сильно они боятся своего короля. Но в то же время они выглядят воинственно, будто требуют зрелищ от гладиаторов. Трейлер также еще раз объясняет, какую угрозу Шрам представляет для Годзиллы и Конга. Как и предполагалось, костяной пояс вокруг его туловища — это гигантский кнут с острым наконечником в форме кристалла. Он использует его против Конга как минимум в двух боях — один в полой земле и один в городе. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Ближе к концу трейлера Годзилла высвобождает синюю энергию из своего тела после того, как в него стреляют люди. Сцена возвращает нас к финалу Годзиллы Короля Монстров, когда он победил Короля Гидору. Сходство между этими атаками указывает на то, что Годзилла получил синюю версию своей ядерной импульсной атаки. Пожалуй, это одна из самых сильных его способностей во вселенной монстров, что делает ее мощным оружием в арсенале. Тоже не совсем ясно, почему люди снова атакуют Годзиллу. Как мы уже говорили, есть вероятность, что он находится под влиянием Шрама, а значит, стоит по другую сторону баррикад. Конечно же, нельзя не сказать про загадочного Титана, которого нам толком и не показали. Мы видим, как Конг явно испугался встречи с ним, а потом подвергся бомбардировке ледяным лучом. Это приводит нас к появлению нового ледяного монстра, который объединит свои силы с Королем Шрамом против Годзиллы и Конга. Хотя новый Титан еще не был представлен на экране во всей красе, его присутствие уже было подтверждено игрушками по новой империи. Поэтому со стопроцентной уверенностью подтверждено появление четвероногого монстра-дракона по имени Шиму. Хотя о том, что многое указывало на его появление, мы говорили еще в прошлом видео, в двух словах опишем еще раз значимость этого события. Шиму не только самый большой Титан вселенной монстров, он считается прародителем всех монстров и их создателем, потому что от его энергии возникли все остальные Титаны. Известно, что Шиму обладает силой замораживания, что мы и видели в сцене, когда Конг пытается защититься от ледяного луча. К тому же имеется теория, что Шиму стал виновником наступления ледникового периода, что подтверждает его огромную силу. Ледяной луч, вырвавшийся из земли, также засветился на одном из кадров. Судя по всему, он направлен прямиком в небо, что приводит к каким-то погодным манипуляциям. Возможно, что Шиму снова хочет устроить настоящий ледниковый период, и именно поэтому Конг и Годзилла должны помешать этому. Это также потенциально делает главным злодеем не Шрама. Именно Титан-Прародитель является основной угрозой, которая может привести к вымиранию вообще всего живого. И тут есть два возможных пути. С одной стороны, Конг, Годзилла, Шрам и другие приматы в конце концов вынуждены будут объединиться, чтобы победить титульного злодея. А с другой Конг сам может расправиться со Шрамом, став новым королем, чтобы повести в бой своих сородичей. Так или иначе, зрелище будет потрясающее. Да и масштабное противостояние подтвердил персонаж Дэна Стивенса, который описал пойманный сигнал как призыв к войне. Эта строка намекает на то, что во вселенной монстров состоится первая экранная война Титанов. Известно, что предки Годзиллы и Конга сражались тысячи лет назад. Но гигантская королевская битва между монстрами еще не происходила в наше время. Поэтому армия человекообразных обезьян, вероятно, последует за Шрамом. Годзилле и Конгу может потребоваться помощь союзников Титанов. В противном же случае эти двое могут проиграть битву и действительно установится новая империя. Кроме того, похоже, что в новом фильме скрывается еще один Титан, который может стать союзником и встать на защиту Земли. Поскольку на кону так много всего, время идеально подходит для возвращения одного из оригинальных Титанов-хранителей MonsterVerse. В начале нового трейлера Джиа получает серию ужасающих видений, каждая из которых связана с восхождением короля Шрама. На одном из кадров мы видим краткое изображение глаз, в которых отображается изображение взрослой формы Мотры. Оно смешано с рядом других изображений Титанов и вызванных ими разрушений, но появление Мотры различить можно довольно четко. Вероятно, она будет участвовать в финальной битве за избавление мира от угрозы, исходящей от Шрама и Шиму. Мотра имеет давнюю историю в фильмах Тохо как хранительница Земли и сил добра, поэтому ясно, какую сторону она займет. Ее жертва во вселенной монстров навсегда изменила Годзиллу и перекликается с ее ролью во многих прошлых версиях персонажа. Интересно, что возвращение Мотры тизерили еще в финальных титрах Короля монстров, в которых был кадр новостной статьи о монархе, обнаружившем огромное яйцо насекомого. Заголовок недвусмысленно намекал, что это может быть еще одна Мотра. Возможно, что именно ее разбудили герои в новом трейлере. В любом случае, это будет приятный сюрприз для всех поклонников. Кстати, некоторые эксперты отмечают, что новая Империя выходит в удачное время, учитывая ее относительную близость к дебюту Годзилла Минус Один. Конечно, мы с вами прекрасно знаем, что они не являются частью одной и той же франшизы, но случайный зритель, вероятно, не сможет их разграничить, что пойдет на пользу братьям Уорнер. Годзилла Минус Один обеспечил дополнительную узнаваемость бренда благодаря недавней номинации на Оскар за лучшие визуальные эффекты. А это дополнительный пунктик в потенциальные огромные сборы нового фильма Монстр Верс. В итоге можно с уверенностью сказать, что нас ждет потрясающее зрелище. Монстр Верс набрал мощные обороты и готов подарить нам самый эпичный блокбастер последних лет. Благо, что ждать осталось совсем недолго. А как вам свежий трейлер новой Империи? Обязательно напишите в комментариях ваши мысли, чем в итоге завершится сюжет. Может быть, мы увидим еще каких-то скрытых титанов. Ну а на сегодня это все, друзья. Увидимся совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»